Стрелка была за какой-то универсал, и плотность автоматного огня была такая, что ему отстрелило ноги. Ковалев сейчас замочит всех инфо-цыган и откроет свои инфо-цыганские курсы. Я спасаю Россию. Лох не мамонт, лох не вымрет. Мошенники и шакалы. Павлины с куринами жопами. Ковалев какой-то фрик. Я патриот России. Патриот России не может быть фриком. Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, это Форбс Дайджест. И сегодня у нас выпуск, о котором я мечтал очень давно. Будут особняки, усадьба, позолоты, исторические артефакты, гербы и весь шик, про который пел Робби Уильям в своем знаменитом хите про русских олигархов. И это, кстати, герб нашего сегодняшнего героя. Сегодня мы отправляемся в гости к человеку-оркестру, Андрею Ковалеву. Ковалев очень яркий и эксцентричный человек. Кто-то бы назвал его фриком, но мы скажем просто, Андрей полон сюрпризов, как и его дом. Чего там только нет. Коллекция рыцарских доспехов, мечей, картин, персидские ковры и китайские вазы, которые, кстати, после встречи с собачками Ковалева немного потеряли в цене. Чьи-то останки, мебель за миллионы рублей по его собственным эскизам, фото с Памелой Андерсон и прочее, прочее, прочее. Честно сказать, всего сразу и не упомнишь. Состояние Ковалев сколотил еще в 90-е и начале нулевых на недвижимости, но сильно потерял в кризис 2008 года. В него Ковалев вошел с многомиллионными кредитами в долларах. Он даже входил в рейтинг Forbes. Правда, не в тот самый, а попроще, короли российской недвижимости. Было это почти 10 лет назад, в 2012 году. Тогда деятельность Ранье приносила ему 50 миллионов долларов в год. Сегодня ситуация иная, ведь коммерческая недвижимость после пандемии стала не таким уж и сладким активом. Досуг Ковалева – это отдельная песня. Музыке наш герой тоже отдал много времени и свое сердечко. Он фронтмен группы «Пилигрим». Жанр нестандартный, патриотический рок. Андрей – человек неугомонный и не знающий слова Поэтому в его репертуаре уже 400 песен и 5000 стихов. Такому творческому запалу можно только позавидовать. Хотел бы я быть столь продуктивным. Ковалев считает себя потомком викингов, обожает доспехи и размышления о том, какой бы прекрасной была Россия настоящего, если бы не... Не скажу вам что. Он сам вам все об этом расскажет чуть позже. В общем, любит Ковалев историю и все, что с ней связано. Он выкупил усадьбу Гребнева в Подмосковье и кирпичик за кирпичиком восстанавливает ее. Когда-то здесь жили Воронцовы, Трубецкие, Голицыны. Сегодня балом правит Ковалев. Он пытается вернуть сюда дух имперской России. Возможно, вы бы уже хотели перейти к просмотру интервью, но подождите еще немного. Я еще не все рассказал про увлечение нашего сегодняшнего героя. Ковалев – бывший замминистра лесной промышленности. Публичные дискуссии – его страсть. Ведь чем еще можно объяснить ярое желание Ковалева топить популярных в социальных сетях предпринимателей? Он называет их инфо-цыганами, а себя спасителем России. Делает он это все не лично, а на безопасном расстоянии на своем YouTube-канале «Осенизатор». Уф, звучит все это очень интригующе. Пойдемте знакомиться. Здравствуйте, Андрей. Очень приятно у вас здесь оказаться. Но это настоящие хоромы. Я вспоминаю клип Робби Уильямса «Party like a Russian». End of discussion like a Russian oligarch. Живем скромно, не выделываемся. Что это за место? Как оно вам вообще досталось? Потому что это в черте города. Мы запретили снимать фасады. Но это какой-то уникальный особняк. Да, это старинный особняк, начало 19 века, в идеальном состоянии. Я уже здесь жился, я отсюда никогда, никуда не уеду. Вы здесь с каких лет живете? Я живу здесь уже почти 7 лет. Прямо вот все время здесь? Да. Вот в этих интерьерах? Да. Ну, покажите нам самое ценное, что здесь есть, самое удивительное. Все стоит начать. Здесь удивительно все. Вот, чтобы было понятно, здесь находятся коллекции старинных доспехов и оружия. Часть, маленькая часть этой коллекции. Коллекция живописи, которые приедут в усадьбу Гребниеву. Когда я отреставрирую основной дворцовый комплекс, вот они все приедут туда. Ну, например, вот Миланский доспех. 16 век. По богатству принадлежал очень знатному человеку. Это мог быть король, герцог. Вы это покупаете на аукционах? Да. Сотбис это или что? Это Англия, Франция, Германия, Италия, Америка и даже Индия. Даже в Индии я нашел старинные доспехи. А у вас почему такая тяга именно к доспехам? Я вижу здесь много оружия, щитов, мечей. С детства люблю рыцарей и парусники. Сколько такой стоит? Слушай, я уже не вспомню. На аукционах большой разброс от 50 тысяч евро. Иногда до 300 тысяч доходит. Вот такие крутые могут и миллион стоить. Ну и какой же особняк без крустальной люстры? Ярослав, обратим внимание, люстра высотой 16 метров 2,5 тонны. Сделана по моим эскизам. Андрей, вот вам комфортно здесь вообще? Это вы вот все сами придумываете, где что развеете? Я же в прошлом художник. Профессиональный дизайнер. А развивают художники в прошлом? Ну нету времени уже. Вот, Андрей, скажите, как вы относитесь к теме сейчас такой популярной? Разумное потребление. Вот у вас здесь изобилие дорогих предметов искусства, мебели. Но это не потреблятство ли? Нет, это к потреблению не имеет никакого отношения. Это сохранение нашей истории. Это музей. Вот к этому относитесь как к музею. А я такой временный хранитель этого музея. Ночной сторож. Между музеем и захламлением есть разница? Вот вы себя по руке когда-нибудь дергаете, что мне не надо еще 5 рыцарских доспехов. Это же усадьбу Гребнева. У меня сейчас уже самая большая коллекция рыцарских доспехов. В России, да? В России, да. Больше, чем в Эрмитаже или в оружейной палате. И это же для людей. Вход в музей будет бесплатный. Это сохранение нашей истории. Представляешь, огромное количество старинных усадеб разрушено полностью. А остальные разрушаются. Наши олигархи, вместо того, чтобы купить таких усадеб, как Гребнева, каждые по 10 штук и восстановить, покупаются виллы в Каннах, в Ницце, в Майами. Но это проблема, кстати, и в Италии сейчас очень актуальна. В Италии, во Франции там тоже эти усадьбы стоят, никому не нужны. Во Франции продается более 500 замков. А во всей Европе более тысячи. И нет желающих купить. Это очень геморг, это нагрузочная, это реставрация, это все дорого. А так раз снес его, муравейничек поставил, квартирки попродавал, и все отлично. Зачем этой вот усадьбой стариной заниматься? Это веление души. Ну давайте посмотрим на саму усадьбу. Работы там непочатый край. Это и есть главный дворец? Да. Наполовину уже рухнул. Это еще до меня. Мы выполнили, вот видишь тут, все защитные мероприятия, чтобы сохранить его. Кирпич... Вот пойдем, я тебе покажу, в каком состоянии. Вот, чтобы ты понял. Беда в том, что кирпич был местного обжига, мы, кстати, нашли этот кирпичные печи, в которых обжигали кирпич, со вкраплениями извести. Когда в 93-м году был пожар, все сгорело, значит, без крыши, эта вода попадает, и вот эта негашеная известь гасится и взрывается. И вот сейчас, ты видишь, да? Он рушится. Ты видишь, вон, видишь, кирпича нету. Все. Вот видишь, вот, вот это кирпич. Все. Вот это главная беда. И потом качество. Посмотри, как клали. Видишь? Тут уже кладки нету. Видишь? Из кусков каких-то. То есть не очень квалифицированные были каменщики. Я хочу восстановить усадьбу Гребнева во всем блеске, дополнить ее самыми разными там парками развлечений. Самыми разными. Я хочу, чтобы здесь был каждый год, не знаю, 10 миллионов человек. Вот это памятник великому русскому поэту Гавриилу Романовичу Державину. Он бывал здесь часто, в гостях у своего друга Хераскова. И написал поэму «Гребневский ключ». Мы, кстати, нашли вот этот «Гребневский ключ». По старинным картам нашли. Откопали действительно вода. Как эхо с гор сквозь лес дремуч. Творца бессмертной Россиады, Священный Гребневский ключ. Поил водой ты стихотворство. Поэт Державин в исполнении Андрея Ковалева. Лайк, подписчики. Тут какие-то инвестиции совершенно капитальные требуются, мне кажется. Ну, я покажу. Примерно в реставрацию надо вложить 3 миллиарда рублей. Вот этих всех зданий. В самом тяжелом положении вот тут дворец. И примерно 10-15 миллиардов потребует создания вот этих всех парков. То есть, это около 20 миллиардов. Да, но это в периметре там 10-15 лет. То есть, 4 года уйдет на реставрацию. Примерно это вот 3 миллиарда за 4 года. Здесь будет несколько музеев. Музей старинных доспехов, музей живописи, музей старинных автомобилей, музей карет. Вот как раз мы проходим мимо каретного двора. То есть, вот это будет музей карет. Да, я уже присматриваюсь в Европе к аукционам, где продаются старинные кареты. Это у вас совместно с Министерством культуры все делается? Нет, конечно. Я делаю все сам, но все разрешения я должен получать в специальном органе по охране памятников культуры. С ними все должно согласовывать. Я знаю, это гораздо сложнее, чем новое построить, реставрацию. В 20 раз дороже. Ты знаешь, вот хейтеры. Вот, Ковалев там домиков понаставил, реставрацией не занимается. Ну, дилетанты, не понимают, что. Я не могу прийти и начать сразу реставрировать. И говорю, труднейший, сложнейший проект, который делали суперпрофессионалы. И вот, наконец, приступили уже к реставрации. Все. Я хотел сделать торжественное открытие с духовым оркестром, как положено, но локдаун. А сколько у вас времени на реставрацию всего этого дела? Я думаю, уйдет лет пять. По закону семь лет. Ну, из-за коронавируса, наверное, продолжат. Но я хочу за четыре года все отреставрировать. За четыре. А коммерчески это как-то будет вам окупаться? Ну, никак вообще. Ну, а как может окупиться? Три миллиарда рублей. И плюс это будут бесплатные музеи для посещения. Выставочные залы, концерты, театры. Ну, а отели, рестораны вы будете на этом зарабатывать? Здесь не будет. Это вот я же купил 250 гектаров вокруг. Вот там, во-первых, в первую очередь, это детские развлекательные парки будут. Раз. Там у нас потрясающее озеро, острова. ЖК там будут, да? И вот что-то дальше там подумаем. Но это, знаешь, это лет через десять. То есть вы сначала строите центр притяжения здесь культурный? Чтобы людям было, почему сюда ехать? Да. А на тех участках мы посмотрим. Ну, конечно, вот если там будет филиал замка Пью Ди Фу, это потрясающий там во Франции замок, 4 миллиона человек его посещает, где там рыцарские турниры, там гладиаторы с тиграми и львами, там викинги, мушкетеры, там наполеоновские войны, там что только нету. И они хотят у меня сделать филиал. Иногда спрашивают, Андрей, а как ты заработал первый капитал? Или, знаешь, под ковыркой. А как вы расскажите, как вы заработали первый миллион? Ну, думай, что значит... Вот это и есть выражение Рокфеллера, что я украл... Умея отчитаться за любой миллион, кроме первого. Вот своими руками я делал художественный миллер. Вот такой шкафчик, инкрустированный, марки 3. И я вот такие, знаешь, самый распространенный вариант заказа, это был когда богатый человек, какой-то цеховик там, да, значит, он купил за три цены венгерский инкрустированный гарнитур такой. Ну, вместо девяти тысяч за тридцать. Там одна тумбочка по телевизору, а у него дома там три телевизора. Им надо еще две тумбочки. Или надо еще одну створку к шкафу сделать, потому что пустое место. И я делал один в один. И меня очень ценили, передавали из рук руки. И когда разрешили открывать кооперативы, у меня уже был небольшой капитал. У меня была машина там и так далее. И я создал один из первых кооперативов. Я-то, честно говоря, думал, что я характеру в маму, которая 35 лет пела в Большом театре, певица такая, человек искусства. Оказалось, что все-таки в папу. Полковника Красной Армии такого, знаешь. И через полгода работал уже 500 человек. Клипали эту мебель. Я придумал угловые кухонные диванчики. Они были очень модные. И их не хватало. Ведь тогда за мебелью очереди. В очередях люди поначалу стояли. Это конец 70-х еще. Да, 87-й год. И все кооператоры делали их собранными. А я придумал еще, не знаю, что такое Икея, в разобранном виде. Три упаковки, болты, инструкции по сборке. И завалил весь Советский Союз своими диванчиками. Знаешь? И через два года работало уже почти 2000 человек. 12 цехов там, в Московской области. И вот тогда я начал первые такие большие деньги зарабатывать. У нас на канале очень неплохо заходит видео о неудачах, которые случались у бизнесменов в жизни. Какие ваши главные фейлы, неудачи, которые были в вашей карьере? 2008 года кризис, наверное. Да, смотри. В 2008 году у меня реально был миллиард долларов. Я в списке Форбса очень хорошо шел. Вы были в рейтинге королей российской недвижимости. Да, дошел до 11-го места. Я думаю, может, вышел бы когда-то и на первое место, потому что я очень динамично развивался. И реально впереди было 10-15 миллиардов долларов. Вот реально. Но, естественно, я развивался на кредиты. Когда у тебя оборот, не знаю, 250 миллионов долларов в сумме со всех бизнесов. Наверное, больше даже было, за 300. И у тебя кредит 150, а рентабельность была очень хорошая тогда. Ну, это немного. 250 у меня было миллионов долларов в кредит. И вдруг, в один прекрасный момент, ты понимаешь, что у тебя даже на Жигули может не остаться. Даже может минус быть, потому что недвижимость упала в цене. Банки все начали меня дербанить. Ну, стойкость характера. Вот с тех пор я понял, вот эта ошибка была. Надежда на то, что все будет хорошо. Это я называю ошибкой роста. Когда ты думаешь, что все будет расти, и ты вот берешь кредиты, кредиты, и все растет. Вот это неправильно. Те люди, которые росли консервативно, кредиты не брали, они у меня потом недвижимость покупали по дешевке. А почему в долларах брали кредиты? А тогда, смотри, во-первых, давали кредиты только в долларах. Раз. Во-вторых, у нас аренда была в долларах, зарплата рабочим в долларах. Все тогда было в долларах. Такое было время. А в чем здесь именно ваша ошибка конкретно была? То, что вы брали кредиты в долларах? В том, что надо было расти не так быстро. Надо было расти медленно. И если бы у меня была кредитная нагрузка, я бы взял в 2007 году к 100 уже имеющимся миллионам долларов, взял еще 150. Вот это погубило как бы. Я купил очень дорого, потому что уже цены были высокие, в 10 раз больше, чем сейчас на недвижимость. И вот эти 150... Если было бы 100, я бы даже не заметил этот кризис. А 150 была уже излишняя нагрузка. Надо очень сейчас точно считать твою кредитную нагрузку. Как вы думаете о Агаларовых? У них тоже нереальная кредитная нагрузка. Они смогут из этого выбраться, как вы считаете? Ну, будем надеяться, они дружат с государством. Будем надеяться, что будет очень хорошо. Вот мои друзья, семья Муцоевых, потрясающие люди, папа, дети, они вынуждены были отдать Сбербанку, все торговые центры. Все. Это вообще прогнозируемый сценарий, что вот девелоперов у нас может таких вот не остаться, кто коммерческий, недвижимостью занимается, и все отдадут государству. Как вы считаете? Вот давай смотреть. Общий тренд. Даже без коронавируса. Офисы уходят на удаленку, магазины уходят в онлайн. Добавляется коронавирус, еще больше магазинов уходит в онлайн, офисы еще больше уходят на удаленку. Люди боятся приходить в торговый центр, потому что общение, да. А налоги вот сейчас на 22-й год выросли земля в полтора раза кадастровая стоимость, а здание 20-30 процентов. И плюс мы платили сейчас 1,8 процента от стоимости, в 22-м году 1,9. То есть кризис, арендаторы съезжают, ставки падают, а тут еще тебя нагружают на дополнительные, дополнительными налогами. Сейчас доходность коммерческой недвижимости в Москве там 3 процента. Вот можете сравнить, какая была доходность у вашей компании Экоофис за 2019-20 год, и что в 21-м году, например? Ну она в 19-м была уже там, ну условно, не знаю, там 8-10 процентов. Раз. В 20-м она уже была там 3-4, в 22-м будет там 1. Сколько вы сейчас задаете торговых площадей в аренду? Сейчас немного, я же часть объектов продал. Можете вот перечислить, что у вас сейчас? Осталось Тверская, Докукино и две Семеновских. И несколько небольших. Тверская и так далее, и так далее. Это сколько? И несколько на Трофимово, еще там небольших объектов. Это сколько квадратных метров аренда? Я думаю, там тысяч 50, наверное, где-то. Вот в своем интервью с Сергеем Полонским вы говорили, что выбрали верный путь не пускаться в гигантские проекты, а спокойно взимать арендную плату с имеющихся. Придерживаетесь ли вы сейчас такого консервативного подхода? Смотри, я вообще считаю, что коммерческой недвижимостью в Москве заниматься бессмысленно. При доходности 3 процента лучше просто положить деньги на депозит, там, не знаю, 6-7 процентов, наверное, уже стал, и у депозита крыши не текут, арендаторы не съезжают. Я выбрал новое направление. Загородные курорты с парками развлечений подмосковные. Вот буду этим заниматься. Сейчас еще присматриваю в Белокурихе санаторий. Это что за проект? Модное, популярное место. А, это на Алтае, на Алтае. То есть внутренний туризм. Смотрю его экономику. Да, мне кажется, внутренний туризм будет развиваться. А какие сейчас проекты большую часть вашего времени принимают? Можете вот прям перечислить? Я... Вот с самого время затратного. Самое затратное время – это поиски земли вот для развития вот этих курортов, которые я планирую. Плюс усадьба Гребнева. Остальные объекты, они работают тихо, спокойно, как уже привыкли, не требуя моего какого-то там серьезного личного внимания. А вот новые – да. И потом усадьба Гребнева – это такой мой личный проект. В 2020 году вы продали проекты Кожевники и Перово Поле. Подожди, я продал пять объектов. А что еще? Я продал две Дербеневские, Перово Поле, Медведково и Подсумы. А почему решили продать, а не вступить в партнерство? Скажу честно, это была ошибка. Испугался. Пандемия. Слушай, было... Ну, ведь согласись, что впервые в кризис подорожали квартиры, загородные дома, такого никогда не было. Вот эти два рынка падали первые. Просто квартиры стояли мертвым грузом, и все девелоперы... Вспомни, 2008 год. Мирекс, Донстрой, Пик, Галс. Все девелоперы разорились. Поменяли владельцев. Банки забрали. Или вообще, как у Полонского, в ноль все исчезло. И я испугался. Поступили предложения. Сейчас я мог продать это, там, миллиарды на 3-4 дороже. Если бы захотел. То есть это... А если бы построил бы, я заработал бы миллиардов 20-30 только как долю, наверное, примерно так, с этих объектов. И как вы с этой ошибкой живете? Я еще и долларов купил по 77. Многие ваши коллеги-рантье сейчас распродают недвижимость. В принципе. Не думали ли вы заняться, там, жильем? Смотри, в Москве сейчас рентабельный только один бизнес. Строительство жилья. Все. Строительство торговых центров, окупаемость будет 30 лет. Это в лучшем случае. Офисов, не знаю, там, 40 лет. Ну, просто нет смысла этим заниматься. Еще не забывай, что стройматериалы подорожали. А жилье за счет вот этого роста в два раза цены на квартиры, даже несмотря на то, что правительство Москвы увеличило плату за смену в РИ в три раза, ну, то есть она у них такую избыточную маржу у девелоперов забрала. Все равно это хороший рентабельный бизнес. Но для этого нужно, во-первых, очень крутые компетенции, раз, и очень серьезные связи, которых у меня нет. Связи подразумевают откаты? Я думаю, что нет. Просто связи, отношения выстроены. Они суперпрофессионалы. Я, например, не знаю. Это же надо понимать, когда ты строишь, как это все вставить, какие квартиры продаются, какие нет, в какие ведомства ходить оформлять. Это практика, которая нарабатывается не годами, а десятилетиями. В какую сумму вы сейчас можете оценить активы Экоофиса? Ну, мои личные 11 миллиардов, примерно. 11 миллиардов рублей. И вот личное ваше состояние – это 11 миллиардов рублей. Какая кредитная нагрузка у Экоофиса? Ноль. Ноль? Ноль. А кто ваши крупнейшие партнеры из числа банков, например? Мне традиционно ВТБ. С 2013 года мы перешли в Банк Москвы. Значит, у меня было тогда 125 миллионов долларов уже остался кредит в 2013 году. И мы очень удачно, это я как чувствовал. Тут меня чуть не подвело. Мы перешли, взяли рублевый кредит Банки Москвы и ушли со всех банков в один банк. И уже где-то там к марту-апрелю 2014-го, ну, после украинских событий, то есть я по 32,5, а уже стал 65. То есть в два раза кредитную нагрузку снизил. И окончательно рассчитался, когда продал группе компаний ПИК, значит, Дервеневскую 20, я рассчитался. То есть вам на руку тогда сыграли эти события? Есть ли какие-то еще иные источники доходов, кроме аренды? Или вот львиная доля – это аренда? Ну, аренда, ну, сейчас я сделал кое-какие свободные денежные средства, я инвестировал там, удачный фикс-прайс, дивиденды недавно получил. О, ничего себе. Ну, какие-то там, после того, как я понял, что я в Вуздуму не иду, значит, я инвестировал еще какие-то там американские там разные акции. Ну, вот я сейчас задумываюсь над тем, вот я говорил, первое – это загородные курорты, возможно, какие-то короткие инвестиции в какие-то точечные проекты, купили что-то плохенькое, привели в порядок, продали. Вот где-то так, не больше. Возможно, это будут коттеджные поселки, как развитие вот этих загородных курортов вокруг. И, в-третьих, смотрю, что-то отойти. А вы в этом понимаете, что за это доверяете? У меня есть племянник, который очень сильно понимает, он живет то в Мексике, то в Америке, вот он в этом разбирается. И он меня… Пока все, что мне не предлагали, он забраковал. У меня еще есть много друзей в этой сфере, которые мне отговаривали от покупки фикс-прайса, но я сказал, да нет, это круто, фикс-прайс, там, купил. А что, кстати, с фикс-прайсом, говорите, получили дивиденды? На какую сумму вы купили фикс-прайс? Я, наверное, миллиард 100, миллиард 200, сейчас не помню, там, от курса как нет. Я в доллары уже покупал, сейчас, наверное, меньше. А сейчас это сколько? Сейчас вот уже миллионов, наверное… Ну, где-то тоже в районе миллиарда. По-моему, там у меня потери, цена упала на миллион триста. Ничего себе, то есть это суперудачная инвестиция получилась. Ну, я же говорю, я не инвестор, я предприниматель. Когда меня спрашивают, Андрей, какой будет курс доллара через три месяца? Я говорю, я не знаю. Какие акции вкладываете? Я говорю, я не знаю, ребята, я вам посоветую. Значит, она провалится, и что вы мне потом скажете? Ну, по фикс-прайсу, конечно, у меня есть предложение. Я просто смотрю за ними теперь более внимательно. Вижу, что компания круто развивается, но там нету моторчика. Ну, Ломакин, к сожалению, даже мне отказался дать интервью. Понимаешь, там нужен такой публичный человек. То есть фронтмен нужен такой, как я, который каждый день какие-то придумывает вещи там, да? Что-то развивается, про него везде пишут. Вы купили один из своих бизнесов, насколько я знаю, макаронное производство, у Прохорова и Потанина. Да. Вы лично с ними знакомы? С Потанином и с Прудасом знакомы лично, да. Вот они участвовали в приватизации ого-го как. Как вы ее можете... И вы тоже, но менее удачливы, я насколько знаю. Слушай, ну, я знаю, просто я знаком там с одним из людей, который в серьезной должности работал в норильском комбинате. Он считает, что его не надо было вообще продавать. Это была фабрика по производству денег. И она ей остается. Вот в интервью то ли Прохоров, то ли Потанин, а может быть и оба говорили, что они взяли завод, условно говоря, в ужасном состоянии, и сделали из него классный бизнес, невероятные заслуги менеджмента и все прочее, все прочее. Вот вы как можете прокомментировать? Не так. Не так. Так все работало, как часы. Не так. А вот когда я купил макаронный холдинг из трех предприятий, который занимал второе место после Макфы по производству, воровство и бардак такой, который я не видел нигде. Я всю команду поменял полностью. Ну просто ужас. Но я понимаю, что для них это какая-то там мелочь. Никто ими не занимался серьезно. Оно жило само по себе. Но я, тем не менее, я сумел перестроить. К 2008 году предприятия работали очень хорошо. Ну это низкомаржинальный бизнес, но они стали прибыльными. Я во всей сети поставил макароны. И начало развиваться. И я, помню, поехал в Алтайский край к губернатору. А очень мало мест, где может расти твердый сорт пшеницы. Их вообще во всем мире очень мало. Это особенности климата, почвы и так далее. Как раз в Алтайском крае есть. Я прям договорился. Он говорит, значит, условия. Я тебе разрешаю купить 200 тысяч гектаров, но ты должен построить мельницу и фабрику макаронным. Я говорю, я готов. Но у меня, чтобы было понятно, тогда у меня неограниченный лимит кредита. Я могу взять денег, сколько мне надо. Он вызывает руководителей районов, значит, дает им команду, а тогда надо же вот эти паи выкупать. Я собираю юристов, целую группу людей, которые будут ездить в заводы, покупаю... Расшифруйте для зрителей, что такое паи. Ну тогда смотри, у каждого колхозника был пай. И чтобы земля была в виде пая, нужно было у колхозника купить паи, у большинства колхозников, скупить эти паи и в натуре выделить эту землю. И без разрешения это было сделать невозможно. Но он понимал, что я буду развивать. Да, я построю фаб, создаю рабочие места, буду платить налоги. Это правильный подход. И мне разрешили это сделать. Эти дурачки, значит, увидели, слушай, мы скупаем. Слушай, а тут хорошая прибыль. Это же, может, что, зачем нам Ковалеву отдавать на зарплате? Будем сами скупать эти паи и продадим потом другим. И они мне осенью, там где-то в октябре, говорят, мы увольняемся. И все уволились. А через месяц наступил кризис. И мне по-любому их пришлось бы увольнять. Я только офис закрыл, машины перегнал сюда, какую-то мебель перевезли, и все, на этом все закрылось. А у вас глаз здесь не замыливается? Нет. Нет, а я не обращаю внимания. Вот ты первый раз сюда попал, а я уже к этому привык. Минимализм. Вот я смотрю, вот там подружка Памела Андерсон, Дольф Лонгрен. А вот какая все-таки душа в этом есть? Вот придешь в пресловутый Великий музей Эрмитаж, и там все вот отобрано, а у вас здесь сочетаются и рыцари, и живопись, и подружка Памела Андерсон. Его даже дочка Дэн Сиаупина, Дэн Джун, великого Дэн Сиаупина, мы с ней два часа проговорили о ее отце здесь. Она рассказывала, вспоминала, какой он был. Очень уважаю этого человека. А вот кого можете отметить все-таки там, трех самых величайших экономических реформаторов? Безусловно, это Дэн Сиаупин, Ли Куан Ю и Столыпин. Столыпин. Столыпином у нас в стране так непопулярно с ним обошлись. Это огромная трагедия, то, что царь уволил, Столыпин же был уволен, с него сняли охрану, и его застрелили. Если бы Столыпин был рядом с царем, был премьер-министром, у нас не было бы ни участия в Первой мировой войне, и не было бы революции. Россия бы сейчас занимала первое место в мире, сто процентов. У нас жило бы там миллиард населения было, и мы были бы первыми в мире. На втором месте была бы Америка, а на третьем Китай. Вот если бы вам дали возможность повлиять на какое-то историческое событие, вы бы повлияли на как раз несовершение Советского Союза, наверное, или на что? Я считаю, что это была случайность. Это не было запрограммировано. Это не было запрограммировано. То, что мы прервали наследование, хотя я бы, знаешь, скажу тебе честно, я бы вернулся в 1612 год, когда освободили Москву от поляков, князь Дмитрий Трубецкой, владелец усадьбы Гребнева, Люпунов и Заруцкий, значит, памятник почему-то поставили Минину и Пожарскому. Ну, в нашей истории так бывает. Одни освобождают Москву от поляков, а памятник ставят прикин. Это были Минин и Пожарске, они уже пришли позже. Эта история была. Уже Москва была освобождена от поляков. И целый год правил князь Дмитрий Трубецкой. Могучий мужик, такой знаешь, как Ковалев. И вот, когда были выборы царя, участвовал и Пожарский, и Трубецкой, как основной кандидат, и Романов. Выбрали Романова. Романова умом слаб и молод. Бояре боялись сильного лидера. Он бы их бароний рот скрутил. Вот если бы правили не Романовы, а Трубецкие, мы жили бы в другой стране. И точно бы не было никаких революций там и так далее. А вам как, Андрей, скажите, хочется себя ощущать потомком той имперской белогвардейской России? Да. То есть вы к Советским Союзом себя не соотносите. Я потомок викингов. Но родились же вы в СССР. Я родился в СССР в 57-м году. Вот, обрати внимание. Дуэльные пистолеты. Вот ведь никто не знает, что это потрясающий исторический факт, что Пушкин и Лермонтов были застрелены из одной пары дуэльных пистолетов. Представляешь, какая-то трагическая случайность. Из одной пары два великих русских поэта были застрелены. И вот мы провели серьезную работу с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, прямым потомком. И вот с вероятностью там 70% вот из этих пистолетов были застрелены два наших великих русских поэта. Вот я вот на это все смотрю и думаю, сколько же вы лет это все ввозили? Ну, около пяти лет. Самый счастливый момент, когда тебе приезжает фура. Вот сейчас ко мне еще фура должна приехать вот на днях. Отгрузить искусство? Да, конный рыцарь, доспехи, кое-что еще. Вот ты открываешь, разворачиваешь. Ты же видел это на фотографии, а тут вживую видишь. Это сказка. Представляешь, целую лошадь сюда привезли. Вы ребенок? Да, немножко есть. Скрывать не буду. В СМИ упоминается, что в 90-е вы были связаны с криминальными группировками. Слушай, это глупость. Это глупость. На самом деле, конечно, были там стрелки-разборки, это понятно, тогда не мог миновать ни один предприниматель, но никогда не был связан. Я по идеологии другой человек. У вас была крыша? Не было. Никогда не было крыши. Что, не приходили? Никогда. Не приходили, как в кино, встречать, говорить, Ковалеву, Ну, например, вот я сижу в кабинете. Меня охраняла девятка КГБ. Как сейчас ФСУ. У меня начальник отдела снабжения, у нее муж был полковником и работал в девятом отделе. И ребята подрабатывали. По-моему, тогда чуть ли не с оружием. Потому что и вдруг бум! Входит, я уже сейчас не вспомню, 8 человек или 12 черных плач. Какой год примерно? Блин, ну какой-нибудь 89-й, 91-й, 92-й. Нет, нет, даже 8. Еще Советский Союз был. Значит, или 89-й, или 90-й. Бум, блин! Понимаешь? С автоматами, блин. Ивантеевский, по-моему. Значит, и такой прям, значит, авторитет. Значит, там какой-то разговор, что я должен, а там какой-то человек, мы ему какой-то делали заказ, и он должен был через год с нами рассчитаться, а уже сказал, что мне Ковалев, там должен, да, ну что-то вот какая-то такая история. И я так спокойно, он говорит, с пушкой прям, плати бабки, я там, говорю, а с какого хрена я должен платить? Ну, вообще, там были, были, конечно, беспредельщики. Ну, страшно, конечно. Были, конечно, глупые беспредельщики, были, но среди братвы там были и такие, как бы, серьезные люди, которые, когда ты уверенно с ними спокойно говоришь, значит, он где-то думает, что за тобой что-то есть. Я говорю, а с какого дура? Ну, давай разбираться. Он говорит, ну, вроде как ты прав. Давай встретимся через неделю. Я через три дня открываю Московский комсомолец, там статья, я уже не помню его там, как его имя, фамилию, или как он сказал, кличку его. Значит, стрелка была за какой-то универсам, и плотность автоматного огня была такая, что ему отстрелило ноги. И он ко мне через неделю не приехал. Сколько охраны? Я прошу обратить внимание. Четыре человека службы безопасности. Живем скромненько, не выделываемся. Зачем столько охраны, Андрей? На всякий случай. Сколько у меня случаев, такие же люди, как ты говорили, богатые люди, причем говорили, Андрюха, да нахрен это охрана, что ты понтуешься? Не так в гардеробе, ресторана, где он оставлял каждый день по 200 тысяч рублей чек, посмотрел на женщину, жену, товарища, легкая стычка, заходят 10 его друзей и месяц всю компанию в дрова просто. Понимаешь? Сколько у меня случаев, когда ехал человек, чуть чиркнули, выходят такие, пацан в натуре, бум-бум. Просто бытовуха. Если есть возможность, лучше себя поберечь. Как в Америке. Заработал 100 долларов, 10 лойеру, адвокату, 10 на страховку, в России 20 на охрану. А к автомобилям как относитесь? На 60 лет я себе подарил 6 американских машин 60-70-х годов. Они стоят в музее, моего товарища, на одной я активно езжу. Ну, там кое-что, там Астон Мартины какие-то там есть, Рос-Ройса там. Сейчас буду менять. Вышел новый Майбах и Аурус вышел. И, наверное, я куплю все-таки Аурус. Я же патриот России. Почему я люблю кабриолеты? Потому что я за рулем езжу только летом, а летом лучше ездить без крышек. Зимой я не езжу за рулем. Вот Астон Мартин, тоже лет 5 на нем не ездил. Это мой любимый, Oldsmobile, AT8, 1972 года. Обожаю. Недавно ему салон в этом году перешил. А вот рекомендуйте еще один. Трактор Беларуста. Да. Мы еще один. Габриолет. Нативная интеграция Александра Игоревича и Лукашенко. Вот это классная тачка. Почему не избавитесь от этого? Нет, вот это мое. Ты что, это мой. На нем я езжу. На нем я езжу. То есть вот эмоции какие-то испытываются? Смотри, ты едешь на Роллс-Ройсе в капсуле ненависти. Да, тебя со всех сторон ненавидят. Ну, нас действительно не любят, богат. Едешь на нем со всех сторон. Фото, видео. Андрей, привет, я на тебя подписан, ты молодец, мочи инфо-цыган там. Понимаешь, это счастье. Все. Классная тачка. Вам доставляет удовольствие мочить инфо-цыган? Я спасаю Россию. Ощущение, будто вы от этого так кайфуете? Нет, я спасаю Россию. Тут нету кайфа. Я говорю еще раз, молодежь это наше будущее. Эти шакалы, они просто сжирают наше будущее. Я этого не хочу допустить. К сожалению, это же не только инфо-цыгане. Пирамиды, я же писал о них там чуть не два года. Ребята, куда вы несете деньги? Эта пирамида, она лопнет. Говорят, что есть слухи такие, что 2 миллиарда долларов они собрали. 200 человек активных участников пока одного и еще двух задержали. Остальных пока еще раз не сажают. Вот есть выражение лох не мамонт, лох не вымрет. Тот, кто говорит, это шакалы. Это шакалы. А как, без лоха жизнь плохая. Это все народные лексики. Это мошенники и шакалы. Это уголовники чистые. Вот они так говорят. Вы пробовали себя в политике, были замминистра лесной промышленности, я насколько понимаю. Ну смотри, я работал в четырех министерствах. Начиная с союзного еще Минлеспрома. Он был преобразован в акционерное общество. Когда Пусть Газпром преобразовался, вот и Минлеспром. Кстати, это была колоссальная ошибка, то, что приватизация Чубайса, это была и реформа Гайдара, это была колоссальная ошибка. То есть, реформы 90-х вы оцениваете строго негативно? Я в Чубайсу не мог попасть, но у Мостового я был, это первый зам. В Чубайсу у него прям висела табличка над входом «Забудь о холдинге всяк сюда входящий». Это как указание предпринимателям, которые стучались? Да, красным директорам, которые стучались и хотели сохранить инфраструктуру целиком. Весь мир объединяется. Ну, то есть, Фейсбук покупает Инстаграм, там это, да, крупные корпорации, все крупнее. А мы же взяли, что такое было? Минлеспром Союза. Это была самая большая корпорация в мире, кстати, неплохо управляемая. Тогда еще не было компьютеров, телетайпный зал огромный, и министр к вечеру знал все, не просто каждый леспромхоз сколько заготовил лес или там завод целлюлозы выпустил, сколько трактор заготовил. То есть, было, единственное, что не хватало, современного дизайна, там, да, маркетинга правильного, но это можно было бы наработать. Я бы сделал, я бы приватизировал, акционировал целиком Минлеспром полностью, сохранив все технологические цепочки. Потом часть акций продал бы крутому западному инвестору, они привыкли, они в системе, ему поставляли эти прознарядки, он отправлял продукцию туда, и все это работало. Когда это все рухнуло, все, перестало. Даже, вот сейчас, иногда говорят, часто говорят, пожар, ты видишь, горит, леса горят. Якутия горит. Почему горит? Потому что в то время в каждом лесхозе была промышленная часть, они зарабатывали деньги, эти деньги тратили на лесную охрану. Когда у них вот это убрали, а бюджетных денег не дали, некому стало охранять лес. Говорят, наш лес вырубают и отправляют в Китай нелегально, на этом зарабатывают деньги. Да, я думаю, так и есть. Что с этим делать? С Нового года экспорт круглого леса запрещен. Полностью. С 2022? Да. Я думаю, что цена круглого леса в России упадет, потому что тот объем, а на экспорт только продукции высокого передела. Строганная доска, фанера, ОСБ, ДСП, мебель, бумага. Я думаю, что это уже нет такого количества на экспорт. Кстати, маленькая страна Финляндия чуть не в 10 раз экспортирует больше товаров лесных, чем Россия. Огромная. Парадокс. А с чем вы это связываете? Там вот эта система, она десятилетиями отстраивалась. Частные инвестиции, целлюлезно-важные комбинаты, вот эти плантации, высокое качество продукции, финны, понимаешь, финны, финны. А в политику я попал просто, Юрий Михайлович вызвал к себе и сказал, Андрей Аркадьевич, хочу предложить вам пойти в депутата Мосгордова. А как вы можете его охарактеризовать? Потрясающий человек. Вот реально потрясающий человек. Жалко, что его судьба так сложилась. Ну, а то, что он из своей жены сделал миллиардера в списке Форбса, это потрясающе? Это, боюсь, что жена к этому приложила руку. А он не приложил. Ну, знаешь, у нас есть один там губернатор, ну, чтобы к вам не придирались, не буду называть фамилию, у него жена, самая богатая жена чиновника. И такое, знаю. Ну, это, Татарстане. И вот появился такой, брянский губернатор, появился такой мем. Значит, зачем такой успешный, а у него там, ну, там, три миллиона, у нее там три миллиарда доход в год, а у нее там не утре миллион. Зачем такой успешной женщине, такой нищий муж? У вас с Батуриной какие отношения? Вы же знакомы с ней наверняка? С кем? С Батуриной. Знакомы, Что это за человек? Ну, у меня вот это как раз вот такой очень властная женщина. И не секрет, что последние годы жизни Юрия Михайловича она им управляла. Я думаю, что вот это как раз из-за того, что он ушел, это проблема личного конфликта. Ее, не буду называть с кем, это вот в этом проблема была. Это не политически, это был личный конфликт, и он привел к этой ситуации. А как вы считаете, она правила Москвой по-настоящему? последние там два-три года правила она. То есть до его отставки за утрату доверия это Батурина правила Москвы. Ну, в известной степени, понятно. Но вы больше изнутри. Он был сильный мужик, понятно, что. Но какие-то, она вмешивалась в решение каких-то вопросов, это точно. По бизнесу вы себе работали? Подожди, неизвестно, может она и во благо вмешивалась? Мы же не знаем. Ну, очевидно, заглядя на ее состояние, она вот только в том году перестала у нас быть, по-моему, самой богатой россиянкой. Сейчас вот Бакальчук с IT-бизнесом заняла этот пьедестал, но долгие годы была Батурин. Договаривались с ней? Нет. Я просто, я покупал все здания с рынка. Реконструировал, делал, для этого особых документов тогда не требовалось. Сейчас там попробуй гвоздь забить без разрешения. Делал, сдавал в аренду. Я не мог договоры аренды на ту же Дебербеневскую сделать. По-моему, так и ее продал без договора аренды, что-то я вспоминаю. Я был уже депутатом, еще что-то. Я не хотел, никого, никого не просил. Не хотел. Я написал одно письмо, отказ, второе письмо, отказ, третье письмо, отказ. Ну и ладно. А в министерстве лизы промышленности? Слушай, там было еще, вызвал министр. Оказывается, он искал должность заместителя по инвестициям, международным связям, и из десяти человек, которые спросили, девять назвали меня. У меня была репутация такого экономически продвинутого руководителя, нового типа. А зачем вам это было нужно? Деньги шли. Масштаб. Значимость, вы имеете в виду, это уважение в обществе, то, что вы политик. Я всегда на такие вызовы любой человек, вот спроси, придем, говорит, я предлагаю должность. Мы поговорили полчаса о положении в отрасли. Он говорит, я вам предлагаю должность заместителя. Нормальный человек скажет, я сейчас должен посоветовать с семьей, подумать. А я говорю, я согласен. Я даже не спрашивал, какая зарплата, что? Я согласен. Для меня было важно выйти на новый уровень. То есть, по-вашему, предприниматели, они все-таки где-то ниже, чем политики? Это не политик. Ну как? Министерство, политика? Нет. Хорошо, в министерстве работают не чиновники? Нет, а чиновник это не политик. чиновник выше по статусу, чем предприниматель, по-вашему, был тогда. Вот вы говорите, выйти на новый уровень. Это вызов. Это вызов. Вот сейчас меня вызовет президент и скажет, Андрей Аркадьевич, помогите. Вот здесь у нас серьезная проблема, мы видим, что вы можете и грешить. Сейчас я даже не сомневаюсь. И я брошу бизнес, и опять пойду. Я не сомневаюсь. Но тогда дело прет. Деньги. Вы там, сколько вам лет было, когда вы пришли в министерство лесной промышленности? 94-й год, 37 лет. Все только летит. Все суперклассно. А вы идете на чиновничью работу, где надо отчитываться, быть системой, ходить в министерство. Я столько мощных вещей провел. Я создал Росэкспорт лес, Росмебелькомплект. Я подписал с Эксембанком США соглашение о кредитовании российской лесной промышленности на 2,5 миллиарда долларов. Это были огромные деньги. Мой министр подписал с президентом Эксембанка в присутствии Черномырдина и Гора. Была комиссия Черномырдин-Гор. Мы тогда дружили с Америкой. Он прямо мне с министром сказал, Андрей Аркадьевич, спасибо. Было красиво. Знаешь, я много масштабных вещей сделал полезных для лесной промышленности. Материальных причин никаких нет. Абсолютно. А купить дорого стоит такой усадь? Я купил на аукционе за 80 миллионов рублей. Вот этот комплекс, это 50 гектаров было. Два острова и вот эта территория. За три года ни одного желающего не было. Были такие люди, которые писали, вот Ковалев сейчас все снесет, построит здесь небоскребы. На этой земле нельзя, ее нельзя разбить на участки, продать коттеджи, нельзя построить жилые дома. Это охранная зона памятника федерального значения. Вот на ней только временные сооружения. Вот эти все домики, это все время. А если какого-нибудь чиновника подарить, там, квартиру? Исключено. Вот в следующем году, у нас там большое поле, 100 гектаров, я сделаю постоянно действующую фестивальную площадку. Смотри, здесь место силы. Вот не зря тут масоны собирались. Масоны здесь были? да, это известное место масонское. А об этом умолчали сразу? Владельцем усадьбы были и масоны, да. И, вот, кстати, почувствуешь, пройдет какое-то время, ты захочешь опять сюда вернуться. Андрей Аркадьевич, вы масон? Нет, я не масонка. Я не масон, я патриот страны. Я хочу, чтобы Россия стала номер один в мире. Вот номер один, чтобы со всего мира к нам приезжали предприниматели, талантливые люди, умные, открывали здесь свои бизнесы. И Россия развивалась. Вот, что я хочу. А масоны чего хотят? А масоны, я не знаю, спроси у масонов, что они хотят. Сколько у вас сейчас здесь человек работает? Я вот, насколько понимаю, магазины, кафешки, это все тоже ваши? Да, или арендаторов. Вот это арендует. Ну, где-то человек 100, наверное, с рабочими. Больше даже, человек 120. А это все местные из соседних деревень или из Москвы едут люди? В основном местные. У нас же здесь рядом Щелково и Фрязино. У нас тут третий персонаж появился, Андрей. Ну, представьте, кто это. Это Чарлик, мой друг. Бизнес-партнер ваш? Нет, это просто друг. 12 лет, мы вместе. Лучшая порода это чихуашки. Вообще, по моему предположению, люди произошли от чихуашек. Он ходит на задних лапах. Он так, он очень умный. Ну, он видно, что он у богатого человека живет. Такой он, не маленький. Да. Пес. Скажи, тебе бы яйца отрезали, мы посмотрели бы, как ты выглядел. Мы к вам пришли на музыкальную студию. Да. Нет, это репетиционная база. Это не студия. Мы здесь репетируем регулярно. Здесь, кстати, я вел Комсомольской правды, прямые эфиры. Вот, коронавирус каждый день по 4 часа. Представляешь, на радио Комсомольской правды. Делать было и нечего. Добрый вечер, друзья. Как всегда в это время, с понедельника по пятницу, с вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Для вас это творчество, или вы в какой-то момент этим занимались, как бизнесом? Я вот, потому что смотрел несколько ваших интервью, и у вас там вся Москва была вашими афишами усеяна. Смотрите, я влюбился в девушку. Мне хотелось привлечь ее внимание. Я запел. И вдруг, неожиданно, знаешь, бешеная ревность, мучения, страдания, переживания, бессонные ночи, и вдруг я начал писать песни и стихи. Это 2001-й, мне было 54 года. Слушай, оказалось, что я создан для сцены. Я не могу жить. Это мое. Где ваши руки? Сейчас голоса нет. И я так, знаешь, я люблю зажечь прям мое. То есть в этом открыли себя как-то по-новому? Да. Она работала в цирке воздушной гимнасткой, была она девушкой очень страстной, в нее был влюблен украдитель медведи, но он был женат и боялся соседей. На сегодняшний день больше 800 песен и 5 книг стихов написано. Я не могу остановиться. Выграв Фоман? Музыка. Андрей Аркадьевич. Ну, это не мне судить. Это судить не мне. Это пусть вот люди, которые могут нравиться моей песне, не нравятся. Но у меня есть довольно большая аудитория женщин. На моем концерте практически одни женщины всегда, которые любят мои песни, приходят. Я объехал всю страну. Потом я увлекся heavy metal. Вы спали с фанатками? Да. Ну, это было какие-то очень редкие явления. У меня бывают и красивые такие приходят фанатки. даже сердце не выдерживают. Так вот, я с группой увлекся heavy metal. Я просто какой-то момент ребята, которые делали аранжировки моих песен, говорю, слушай, Андрюха, а давай вот эту потяжелее аранжировку сделали. И сделали. Слушай, мне понравилось. Это какая-то другая энергетика. Это снос. Просто я не понимаю, что происходит. Я думал, это драка, это слэм. там кричат, орут. И я понимаю, это мое. И меня пробило. Силы зла, черный страх, силы ада на черных конях. Никогда русский не будет рабов. И я вот, понимаешь, я понимаю, что такой вот очкарик, еще с неуверенным вокалом. Это не как сейчас, да, еще тогда я тока-тока. Это какой-нибудь третий год, я всего три года на сцене. Я понимаю, мне даже смешно смотреть сейчас. И та критика, которая звучала, она была справедливой во многом. Я сейчас понимаю. Кстати, до сих пор группа Пилигрим на форуме Мастер Сленд стоит на шестом месте в России. Лучшие рок-группы на шестом месте стоит Пилигрим. Это как, знаешь, многие же, знаешь, это к выборам президента или Госдумы создана группа специально, чтобы нас. Говорит, странно, выборы закончились, а Ковалев еще выступает. то есть, много конспирологических версий было там. Запустили пулю, что Пилигрим любимая группа Путина там. Ну, много таких было. Ну, любая вроде любимая группа Путина. Я даже с этим не спорю. Комбат потянет, потянет комбат, и сердце не прятал за спиной ребят. Какое-то франц-пресс-агентство брало интервью и прям уверенно говорили, что вы любимая группа Путина. Ну, а что, мне не стыдно за мои песни. Песня «Слава России» написана искренне, от души. И ты не поймишь, когда, например, там, у нас на концертах с бесплатным входом первый был промо-тур. Потом 10, 20, 40 тысяч человек приходило на площади и хором пели «Слава России». Хором пели, нас не отпускали. Начальник командира ОМОН говорит, мы снимаем охрану, все, блин, быстрее мы в автобус, там огромные толпы людей, автограф, фото на память. Это все, одежду с меня срывали девушки. И такое было. Под песня «Слава России»? Ну, прям вот выскакивали на сцену фанатки и срывали песню. Почему вы сейчас официально не женаты? Моя девушка меня уговаривает жениться. А вы что? Я поставил за задачу 20 детей. Она категорически против, говорит, я 4. Я 4. Готово, 20 не готово. Я хочу стать многодетным папой. Ну, вот, наверное, вот второго мы сейчас прям вот хотим второго. И я думаю, что после второго я женюсь. Сколько вашей девушке лет, Андрей Аркадьевич? 20 лет. Такая пауза. Мне кажется, это нормально. Вам комфортно? О чем вы говорите? это такой вопрос. Мы говорим обо всем. Она начинающий малый предприниматель. но она моих советов не хочет. Она меня ставит в известность, что вот я договорился с какой-то там фабрикой, меня сошьют там. Курса я за Шабудинова вам в пику не покупала? Упаси Господь. Она умная, она слишком умная. Там, к сожалению, там покупают очень слабые люди, добрые, доверчивые. Она не слабый человек. Она очень умная. Она в моем телефоне стоит шесть этих программ жучков. У меня отслеживаются полностью. То есть у меня шансы изменить, как я изменял всем своим предыдущим женам, нету ни малейшего. Это будет пресечено на кормлю. У меня ощущение, что она коррумпировала всю мою охрану. Если я там только задумаю что-то, все, это будет, не знаю, меня расстреляют на месте. Андрей Аркадьевич, а вы еще одну усадьбу купили? Смотри, я купил землю рядом с усадьбой Болдина, Татищева. Ну, 60 километров по Ленинградке. Значит, там сейчас скупаю еще землю вокруг, ну, по моим. Лендлорд. Сейчас еще вот там в Сергиевом Посаде, там, в Домодедовском районе и так далее. В Одинцовском вокруг всей Москвы там условно 250 гектаров озера, домики для проживания. Кстати, мы сейчас вот с Эдгаром Запашным уже несколько вариантов я ему предложил, тигриный заповедник. Ну, чтобы зверей из цирков выпустить. А МКФОР будет в российских широтах? Ну, как они вон, уссурийские тигры-то как-то живут же как-то там на Дальнем Востоке. Не все же африканские тигры. То есть у вас тигриное хозяйство тоже может появиться. Да. Но вам подойдет. Посоветуйте что-нибудь молодым ребятам, кто смотрит на вас, хочет стать таким же успешным, богатым, купить себе особняк. Какие качества в себе нужно развивать? Первое, это аналитический ум. Надо все время думать, мыслить. Не просто гулять по улицам, а анализировать. То есть надо все время думать. Вообще думать неплохо. Думать неплохо. Думать и анализировать. А вам не кажется, что не так много людей вообще думают? Ну, принято считать, что предпринимателем может быть 8-10%. Надо понять, у тебя есть талант предпринимателя? Нужен талант предпринимателя. Не может стать человек, любой человек стать поганини. Вот я понял, что я не могу стать поганини. Хотя тоже занимался скрипкой. И вот как понять? Надо пробовать. Открывать свой первый бизнес на маленькие деньги. Не рисковать сразу большими деньгами. Не брать кредитов, не брать в долг у друзей. Как Аяз, кстати, Шубутинов, не к ночи он будет упомянут. Он говорит, я вас научу, как занять деньги на первый бизнес. Ни в коем случае, только на свои. Есть у тебя, заработал 100 тысяч, работал курьером 200 тысяч, открой на 50 тысяч. Второе, надо любить. свой бизнес. ты любишь готовить, но не умеешь. Поработай поваром сначала, прежде чем открывать свой ресторан или там какой-то шаурмячный. Поработай в этой шаурмячный, строгай мясо, посмотри, какое мясо, что берут, какие помидоры надо класть, какие соусы, спрашивают, и потом открывай свое. Во-вторых, надо пахать. Вот эти, когда инфо-цыгане рассказывают, купи мою лекцию, и у тебя будет, как у меня, феррари ламборджини. Бизнес – это легко, это очень трудно, тяжело, особенно в нашей стране. Вот просто заранее приготовься, что у тебя будут проблемы, падения. Но предприниматель, вот когда у меня все легко и просто, мне неинтересно. Я люблю проблемы и их преодолевать. Я получаю от этого удовольствия от проблем. У предпринимателя нет выходных, нет отпусков. Бизнес – это вся твоя жизнь. Вот надо быть к этому готовым. Если ты не готов, иди работай менеджером. В 9 пришел, пиджачок повесил, в 6 вечера одел, все, ушел спокойно. Что там? Кто виноват, то это не твои проблемы. Если хочешь быть предпринимателем, надо быть к этому готовым. Конечно, какая-то доля удачи нужна. Конечно, какая-то доля удачи нужна. И мне очень обидно, что молодежь уезжает из России. Очень обидно. Мой племянник уехал между Мексикой и Америкой. Мне очень обидно, потому что, если уедут умные люди, уезжают. Многие не видят сейчас выхода из этого кризиса для своего бизнеса. Ну, просто не видят. И нужно просто создать условия, чтобы молодежь здесь могла остаться. Я бы сейчас вообще на три года весь малый и средний бизнес с оборотом, неважно, до 50 миллионов, до 100, до миллиарда освободил от всех налогов. Сказал, ребята, обогащайтесь, работайте. Мы за счет нефтяных денег, там подушка безопасности колоссально лежит, там триллионы рублей, миллиарды, сотни миллиардов долларов. Это обохватило для того, чтобы поднять вот это вот, вот это желание людей зарабатывать. Еще надо уговорить людей зарабатывать. Что для вас значит деньги? Деньги это очень, это может не главное в жизни, но очень важное. Деньги позволяют тебе жить так, как ты хочешь. И позволяют делать добрые дела. Усадьбу Гребнева я без денег бы не смог восстановить. Я не смог бы там собрать коллекцию доспехов, там, или картин. Не смог. И поэтому деньги важны. Но я деньги не обменяю на любовь или дружбу. Что вы ответите тем, кто, посмотрев это интервью, скажет, что Ковалев какой-то фрик? Ну, я думаю, что все-таки они будут неправы. Я на самом деле серьезный человек, за мной серьезный бизнес, серьезные успехи в бизнесе, серьезная работа на государственных должностях. И фриком меня точно не назвать. Я говорю абсолютно здравые мысли. Я патриот России. Патриот России не может быть фриком. Спасибо большое за это интервью. Крайне приятно. Друзья, у нас новый конкурс. Мы постоянно встречаемся с яркими, успешными людьми. Абсолютно. А вы как хотели. Рассказываем вам их истории успеха, чтобы замотивировать. Бабло побеждает зло. Внушить надежду. Но в этот раз хотим подарить вам одежду. Мы делаем специальные футболки Форбс с их автографами. Здесь очень много крутых людей расписалось. Ну, помимо этого, с их энергией, с их пожеланиями. Всегда занимайтесь любимым делом, никого не слушайте и идите к своей цели. Этот фломастер каждый благословлен на то, чтобы у вас все было супер. Поскольку мы тоже потрудились ради этого, постоянно носили эти футболки, подписывали, просили наших героев, временами это было не очень удобно. Форбса заставили. И вы тоже кое-что для нас делаете. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и прямо под этим видео будет закрепленный комментарий. Там надо написать какую-нибудь историю человека. Может быть, это вы, может быть, это ваши знакомые. Главное, чтобы это была история про успех, который случился на самом деле и случился благодаря личностным качествам. Самые крутые авторы этих историй и получат ценные призы. Добро пожаловать в мой сладкий мир. Конкурс продлится до 31 декабря и в одном из выпусков в начале следующего года мы объявим победителей и отправим вам подарок. Участвуйте! Субтитры создавал DimaTorzok